Пылесос Bord 1415 Aqua. Покупался в магазине Online Trade, потому что там самая низкая цена в России и дополнительная скидка бонусными баллами. Пылесос поставляется в большой коробке весом примерно 7,5 кг. Сам пылесос весит около 6,5 кг, но он на колесиках, поэтому очень легко его катать по квартире и он очень устойчивый. В комплекте идет шланг длиной 2 метра и металлическая телескопическая трубка. Очень хорошего качества, выдвигается, защелкивается очень здорово. Также есть две насадки. Обычная насадка для сбора пыли, но у нее есть сзади резиночка, которая при выдвижении позволяет еще собирать и жидкость с пола. И вторая насадка – это просто насадка щелевая, которая имеет также функцию раскладывания, то есть можно ее разложить и использовать для сбора пыли как бы со щеточкой. У самого пылесоса есть два фильтра, один на выдув, который защищает нас от того, что сквозь мотор все равно может какая-то пыль пролететь. И фильтр на входе. Он из двух частей. Это пролоновый фильтр круглый, который можно мыть, и такой бумажный фильтр наподобие автомобильного. К сожалению, он все равно не идеально, не на 100% плотно прилегает к корпусу и микрочастицы все равно пролетают через него. Длина провода около 5 метров, но провод тонкий и плоский. Конечно, хотелось бы, чтобы на промышленном пылесосе был круглый провод и более толстый, и по длине, чем 5 метров, хотя бы метров 10 или 15. Этот провод также просто накручивается вокруг корпуса, это тоже, наверное, не очень удобно, потому что саму вилку даже не за что зацепить. Так, в целом, пылесос легкий, удобный, комфортный, то есть мне понравилось. На корпусе есть место для крепления металлической трубки. Пылесос очень мощный, сейчас я буду его включать, показывать, как он работает, как он шумит. Внутри корпуса есть пеногаситель, то есть он защищает фильтр пылесоса от брызг, потому что пылесос Аква с Аква-фильтром, это большая пластиковая колба, прозрачная, кстати, то есть видно, сколько там пыли, сколько там грязи, ну и какое количество воды там сейчас налито. Есть отметка минимального уровня жидкости, максимального уровня жидкости, то есть вы наливаете столько воды, сколько нужно и, собственно говоря, пылесосите. Но есть еще один недостаток, поскольку на входе... Так, вот сейчас я включу. Слышали, да, как он работает? То есть он работает достаточно бесшумно, в отличие от других промышленных пылесосов. Ну, очень тихий. Другие пылесосы намного-намного громче работают. Ну так вот, поскольку та трубка, которая внутри корпуса расположена, она такого прямоугольного сечения, и она сразу же сгибается резко вниз, то когда вот грязная, крупная грязь, скажем так, мокрый песок попадает внутрь, они забивают вот этот вход. То есть вот в процессе сбора вот этой грязи мне дважды пришлось откручивать шланг, потому что, ну, забивался вход просто крупными частицами. Мелкие частицы пыли, конечно, собирает он идеально, вообще не оставляет ничего на поверхности. И опять же, это всё благодаря аквафильтру, потому что он задерживает всю грязь, и основной фильтр перед мотором не забивается, то есть мощность не падает. Я на протяжении вот нескольких минут пылесошу, и мощность вообще не упала. Что ещё про него сказать? Сам шланг, когда вставляется в корпус, закручивается необычно, не как у всех пылесосов по часовой стрелке, а против часовой стрелки. Я вот несколько раз пытался вставить шланг и крутил не в ту сторону. Кнопка включения-выключения очень большая, можно даже ногой наступать на неё, это очень удобно. Есть регулировка мощности в виде крутилки. Не знаю, зачем это нужно, потому что проще, наверное, для промышленного пылесоса сразу включать на самую-самую большую мощность. Четыре колёсика удобных, расположенные по самым краям основания пылесоса, и пылесос, мне кажется, сложно будет уронить, перевернуть. Сверху также есть ручка для переноски. В целом пылесос классный, то есть мне всё понравилось. Единственное, что, конечно, производителю стоило бы задуматься о замене провода. На другой, более длинный, и всё-таки круглого сечения потолще. Потому что такой тоненький, долго не прослушать, придётся заменять его. А так, ну, пропылесосил я помещение, убрал кучу-кучу грязи. Всё это осталось внутри пылесоса. Но, опять же, аквафильтр – это здорово. Но, с другой стороны, вот это вот огромное количество пыли и грязи, вот куда его девать, пока оно мокрое? То есть сливать в самозле – это засорять систему канализации. Соответственно, это надо как-то через какое-то мелкое сито, мелкую ткань, это сливать грязную воду и всё остальное выкидывать. То есть надо будет подумать над тем, как утилизировать тот мусор, который попадает в жидкость внутри этого бака. Ну, вот видите, сколько пыли пролетело через этот аквафильтр. То есть он работает всё-таки не идеально. Циклон. Циклон надо будет приспособить. Тогда будет всё очень хорошо работать. В целом, мне понравился пылесос. То есть, по крайней мере, всё, что сквозь него пролетает и наружу попадает, ну, я не видел никакой пыли. Потому что в обычных пылесосах это всё обратно летит. Вся эта мелкодисперсионная пыль попадает нам в лёгкие, да, во время уборки. А здесь, ну, почти всё задерживается. Не знаю, может быть, просто неплотно резинки по краям самого пылесоса прилегают, и поэтому он через крышку засасывает, и через крышку попадает вот эта пыль-грязь. Может быть, попробовать как-то резинки поменять или герметиком промазать будет лучше. Ну, в целом, нормально. За 5000 это отличный вообще пылесос для каких-то таких быстрых уборок, быстрых работ на стройке.